Зелимхан Яндарбиев. Чеченье. Битва за свободу. Преддверие независимости. Книга первая. Чеченье и джигад. Из года в год мой каждый день становится шахидом. Русня как Голиаф, а мой народ не видится воинственным Давидом. А Голиафа победил Давид, что четко подтверждается Кураном. Русне мою Чечню не задавить и не сковать своим коварным планом. Аллавади Шайхиев. Когда буду уходить, продолжайте жить, как будто я и не уходил. Но не забывайте, что я тоже приходил в этот мир вовсе не для того, чтобы уходить. Это нужно тем, кто будет уходить. Яндарбиев Зелимхан. Касательно автора и книги. Приходи свободным. Вниманию читателей предлагается воистину уникальная книга Чеченья. Битва за свободу. Ее автором является президент Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев, авторитетный политический общественный деятель Чечения и Кавказа. Один из основателей и председатель Войновской демократической партии. Известный писатель, в недалеком прошлом вице-президент Чеченской республики Ичкерия. Верный соратник и друг первого президента Чечения, незабвенного Джохара Дудаева. Первая часть книги написана в довоенный период. Вторая во время войны. А когда книга была должна выйти из печати, произошли известные трагические события. Погиб Джохар Дудаев. И тогда появилось вынужденное послесловие. Не просто давать оценку событиям, находясь в их эпицентре. В таких случаях трудно избежать субъективного и непредвзятого отношения к людям. Еще сложнее изложить горькую правду о просчетах и ошибках, разочарованиях и крушении иллюзий. Зелимхану Яндарбиеву это удалось. Его книга по-настоящему честная. Иногда кажется, что автор преследовал одну цель – достоверно отразить новейшую историю чеченского народа. Его порыв к свободе, беспримерную борьбу за независимость, невосполнимые потери во время российской оккупации и агрессии, дабы предостереть человечество от страшной и далеко не всеми осознаваемой угрозы, исходящей от российского импера шовинизма, сущность которого четко и точно определил Джохар Дудаев как русизм и сатанизм. Феномен чечений, не устрашившийся во сто крат более сильного врага, при том вооруженного средствами массового уничтожения, применяемыми на всю катушку, будут изучать и следовать историки, философы, политологи будущего тысячелетия. Нацию, которая стремится реализовать свое право на свободное развитие в независимом государстве, Москва обрекла на геноцид при трусливом молчании правительств многих стран, так называемого свободного мира, к сожалению, потерявшего в конце второго тысячелетия нравственные ориентиры, как бы позабывшего, что во все времена наивысшей ценностью считалась свобода. Реакция Запада на военную агрессию России против Чечения была адекватной аргументом Лаврентия Берии, когда в 1944 году решался вопрос о выселении чеченского народа, депортация народа в пределах одного государства, вопрос нашей внутренней политики, товарищ генсекретарь. В полной изоляции от мира чеченцы самоотверженно воевали против агрессора, предпочитая смерть в бою за свободу жизни без нее. Сегодня многие задаются вопросом, откуда у маленького по количеству горского народа такая неистребимая любовь к независимости? Мне кажется, что книга Зелимхана Яндербиева дает ответ на этот вопрос. Чеченцы не осознают себя чеченцами без подлинной независимости. Таков менталитет народа, вся жизнь которого пронизана смыслом свободы. Чеченцы приветствуют друг другу словами Марш Вовэлл. Приходи свободным, признавая над собой только власть Всевышнего, давшего им свободу, которую никто не сумеет у них отнять. Можно завоевать Чечению, но невозможно покорить души чеченцев. Они сильны своей любовью к свободе, тем, что сохранили национальный дух, исторически непобедимый дух. Поэтому тот, кто попытается угнетать чеченцев, обрекает себя на позор. Такая участь уготована России. Но десятилетия под прессингом советской системы, оснащенной изощренными и гнусными методами, сказались и на некоторых неустойчивых элементах чеченского народа. Впрочем, каждая нация имеет определенный процент предателей. В Чечении я часто бывал и до войны, но получилось так, что с Зелимханом Яндербиевым мы познакомились в январьскую ночь 1995 года, после новогоднего боя. 30 декабря 1994 года мы выехали из Киева вместе с народным депутатом Украины Михаилом Ратушным и депутатом парламента Чечени Саид Хасаном Абу-Муслимовым. Дорога оказалась сложной. Сутки нас держали в Тепилисском аэропорту сотрудники грузинского КГБ. Новый год мы встретили в бакинском поезде, нелегально пересекли границу с Дагестаном, добрались до Хасавюрта и сквозь сплошной занавес из огня и дыма прорвались в Грозны, каким-то чудом уцелев от бомб и ракетных ударов. Город полыхал. В президентский дворец мы буквально влетели в ту секунду, когда на него обрушился шквал залпового огня. В подвальных помещениях разместились лазарет, кухня, штаб Масхадова, резиденция в кавычках Яндарбиева и люди. Защитой президентского дворца руководили Яндарбиев и Масхадов. Штаб Дудаева передислоцировался в другой район города. В новогоднюю ночь был уничтожен дом Яндарбиевых, погиб архив писателя, сгорели многие документы. Резиденция вице-президента расположилась в маленькой комнате. За занавеской стояла кровать. Бойцы, которых сменили на боевой вахте, отдыхали тут же, на полу. Зелимхан Яндарбиев встречался с командирами, комментировал события для журналистов, принимал парламентариев, давал распоряжения. Уравновешенный и спокойный, он лишь однажды выдал свое возмущение, когда пленный русский подполковник употребил расхожее в его среде выражение «незваный гость хуже татарина». Яндарбиев заметил, подавляя внутреннее негодование. Пытаетесь унизить народ? В ту ночь мы долго беседовали. Абсолютное большинство украинцев однозначно поддерживало Чечению. 105 депутатов Верховного Совета Украины обратились в Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть на чрезвычайной сессии вопрос о российской агрессии против Чечения. Верховный Совет Украины не заклеимил себя позором, как некоторые сильные мира, избежав в своем заявлении гнусного определения войны в Чеченской Республике Ичкерия, как внутреннего дела России. По инициативе народных депутатов Украины формировался Межпарламентский комитет по защите Чеченской Республики Ичкерия, куда вошли, кроме украинских парламентарий, Литвы, Азербайджана, Эстонии и других стран. Мы привезли в Грозный десяток различных документов, защищающих независимость Чечения и осуждающих российский военный произвол. Но здесь, полыхающим и разгрушенным Грозным, среди трупов, которые отказались забирать российская страна, рядом с людьми, предпочитающим смерть неволи и не считающими себя героями, все наши старания казались ничтожно мелкими и незначительными. Но Яндарбиев возразил, сказав, что чеченский народ очень ценит поддержку Украины, которая дорожит независимостью других, ибо за собственную свободу заплатила дорогую цену. Чеченцы помнят, что поэт Шевченко, единственный среди славянских поэтов 19 века, который поднял свой голос на защиту народов Кавказа от российских поработителей и назвал их борьбу священной. Немногочисленная чеченская элита, которой принадлежал Зелимхан Яндарбиев, обладает замечательной способностью, обретая высокий интеллект и утонченный вкус в области изящных искусств, сохранять храбрость, воина, гражданское мужество, а также решительность в действиях, глубокую религиозность. Именно Куран освобождает человека от страха в борьбе за правое дело и от боязни смерти. Морально-этнические обязанности, возлагаемые Кураном, предписывают следующие принципы. Уважение к жизни человека, верность и порядочность, доброту и преданную благодарность родителям, помощь соплеменникам и единоверцам в их нужде, верность долгу, великодушие к зависимым от тебя. Философия жизни и смерти по исламу во все времена способствовала тому, что ислам, будучи верой, стал одновременно и движущей национально-политической силой в особо-видительном движении порыващенных народов. В глазах чеченцев, идущих в бой, нет страха, как и нет воинствующего азарта. Защищают врага родную землю, они выполняют свой долг и душевную равновесие никогда не покидает их. Чеченская нация всегда имела достойных защитников, лидеров и героев. Они вошли в бессмертие. Шейх Мансур, Байсангур из Биноя, Имам Шамиль, Джохар Дудаев. Другие продолжают начатое ими дело, и среди них Зелимхан Ядарбиев, Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, Руслан Гилаев и многие-многие другие, чьи имена здесь не упомянуты. По известным причинам, контакты автора и издателей были усложнены и некоторые материалы остались вне книги. Прежде всего, это иллюстрации, так как в книгу попали лишь снимки, сделанные мною в разное время в течение. Некоторые передал мой киевский коллега Владимир Крокодим. К сожалению, в книге отсутствуют фотоснимки многих полевых командиров, рядовых бойцов, патриотов, обессмертивших своим подвигом чеченскую нацию. Пока книга готовилась к изданию, ушел из жизни Джохар Дудаев. Он погиб, как подобает мужчине, защищая честь и свободу родной земли. Его последние слова были о родине, о том, чтобы его соратники закончили начатое им дело борьбы за независимость. Такие, как Джохар, рождаются раз в столетие. Воин, аскет, лидер нации. Он горячо любил Чечению и презирал смерть. Его убили согласно распоряжению высших государственных руководителей Российской Федерации, уничтожить лидеров Чечения. Это был теракт страны, в которой терроризм традиционно является государственной политикой. Смерть Джохара в Чечении не хотят верить. Даже жители хутора, поблизости которого произошла трагедия, ждут, когда он вернется. Так сильно любил его народ. Согласно Конституции Чеченской Республики Ичхерья, обязанности президента были возложены на Зелимхана Гендарбиева. Российские спецслужбы тут же взялись за привычное дело, начали привести интриги и провокации. Видимо, надеялись провоцировать в Чечении так называемый афганский вариант. Эфир и страницы газет заполнили слухи о противостоянии между Гендарбиевым, Масхадовым и Басаевым. На самом же деле, в очередной раз московская пропаганда выдала желаемость за действительность, ибо Басаев и Масхадов первыми принесли присягу на верность новому президенту. И вдруг свежая деза. Дезинформация. Погибели Зелимхана Гендарбиева. Москва пыталась подсечь Гендарбиева с первых же дней его президентства, очевидно, не имея понятия о таких чертах характера, хорошо известного на Кавказе лидера национал-свободительного движения, как непреклонность в борьбе за свободу, личное мужество, верность долгу. Вскоре эти качества ярко проявились на переговорах в Москве, где возглавлявший чеченскую делегацию Зелимхан Гендарбиев, потребовав убрать из-за стола переговоров в доку Завгаева своим решительными действиями вынудил Ельцина говорить с ним на равных. Другое дело, что российский руководитель утром следующего дня тайком от чеченской делегации имитировал поездку к чеченским избирателям, а на самом деле провел час в районе дислокации федеральных войск в аэропорту Северный под Грозном. Переговоры были для Ельцина частью предвыборной пропаганды, а для Зелимхана Гендарбиева, по его же словам, этапом на пути к полной независимости Чечения. После победы Ельцина на выборах Россия возобновила крупномасштабные военные действия и геноцидные акции против Чечения. Поскольку мировое сообщество не препятствует этому, то чеченцы могут рассчитывать только на собственные силы. Беспримерное сопротивление чеченского народа против российской агрессии показало, что пока на чеченской земле живет хотя бы один чеченец, борьба за независимость будет продолжаться. Именно поэтому Россия применяет в течение тактику выжженной земли, использует оружие массового уничтожения, пытаясь истребить всю нацию, мертвых, живых и не родившихся. Но нация сделала свой выбор давно. Свобода или смерть? Снова слышен клич в горах. Свобода или смерть? Да поможет нам Аллах. Битва за свободу продолжается. Книга Зелима Хана Яндерабиева. Звено в ее цепи. Мария Базилюк. Главный редактор журнала «Свобода народов». Предисловие. Предлагаемый читателю краткий очерк о событиях в Чечении 1989 по 1991 годов охватывается основные этапы национально-освободительной борьбы чеченского народа в указанные годы. Прожитые и пережитые. Увиденные и осмысленные лидером Войновской демократической партии, единственной в те времена в республике политической организации, альтернативной КПСС. Конечно, не обошлось и без субъективности, навеянной как лидерством ВДП, так и тем фактом, что автор является одним из высших руководителей государства, возрожденного посредством описываемых событий. Хотя автор пытался быть максимально объективным в отношении изложенных событий и людей, участвовавших в них, но опыт абсолютно всех изложений подобного рода свидетельствует о невозможности уберечься от субъективизма. Особенно трудно это сделать относительно политических событий. И потому заранее приношу свои извинения за эмоциональный или иной субъективизм. Автор пытался максимально точно придерживаться факта. А в анализе факта событий исходить из диалектики общественного развития, социально-политической борьбы и главной идеи жизни и смысла борьбы, построения независимого чеченского государства, верными рыцарями которого и остаются и по сей день члены ВДП, прошедшие школы политической борьбы в ее рыдах или под ее знаменем. Хронологические рамки событийной части очерка ограничены 27 октября 1991 года, днем избрания первого президента и парламента Чеченской республики. Здесь начинается новая история чеченского народа и Кавказа. Более того, день 27 октября 1990 года явился определяющим в судьбах многих людей, претендовавших до этого на власть, на лидерство и на национальный патриотизм, порой перехлестывавшие через край, но на этой черте проявившиеся в истинной своей сути и масштабе, которые оказались в основном порождением амбициозности, социально-политического иждивенства и вирусоприспособленчества, то есть комплекса неполноценности, привитого советской политической идеологии. Вместе с тем в приложении Кочерку даны статьи общественно-политического характера, анализирующие предысторию порога независимости, составляющие концептуальную основу взгляда автора на общественно-политические проблемы, стоящие перед чеченским народом. В заключение хотелось бы обратиться к тем, кто посчитает себя обойденным вниманием при освещении событий. За рамками изложения остался огромный фактический материал, который будет вживлен при переиздании книги в более полной и основательной форме. Поэтому просьба дать свои сведения относительно конкретных моментов, изображенных в настоящем очерке или не вошедшем в него, за что заранее благодарю. Буду рад и любому объективному замечанию. Дал Эхту Бойловейн. Автор. В преддверии независимости. Написать краткий очерк о событиях, происходивших в чечении за последние несколько лет, буквально переломивших судьбу народа, задача весьма и весьма непростая. Тем более, если ты сам являешься их непосредственным и пристрастным участником, ответственным за многое свершившееся, как перед нынешними, так и перед будущими поколениями. Но необходимость изложения своего взгляда на происшедшее и видение перспективы, акцентируя при этом внимание на источниках многих наших сегодняшних сложностей и проблем, день ото дня ощущается все явственнее. Поскольку под прессами объективных и субъективных причин, беззаветные приверженцы идеи независимости вынуждены преодолевать все новые и новые препятствия, испытывающие их на прочность и возникающие в самых неожиданных, порой неприятных, часто извращенных аспектах и ракурсах, ставя сложные задачи, провоцируя на поспешные выводы и действия, а малодушных на истерику и психологический шок, трансформирующиеся затем непредсказуемые и необъяснимые поступки некоторых лидеров, что по сути только усугубляет положение простого гражданина, вопреки всему и вся терпеливая и с надеждой, изыскивая новые ресурсы патриотизма и стойкости даже тогда, когда казалось бы исчерпано все, выглядывающегося в нашу действительность в ожидании чеченского чуда. А чуда нет и быть не может, ибо нет в мире государства, построенного кроме как на труде, стойкости и таланте народа, который в силах произойти все мыслимые и немыслимые чудеса света. Человеку свойственно мечтать о возвышенном, великом и вечном, неустанно стремиться к нему, а на пути осуществления мечты разочаровываться, порой даже отступать и оступаться, чтобы потом, когда пройдет полоса невезения и трудности, вновь бросаться в пучину мечты и борьбы, чтобы пройти весь цикл заново. Это есть закономерность, диалектика постижения человеком реальности и обретения своего земного «я». Исходя из этой точки зрения, можно поднять идейно-политические колебания некоторой части общества в сегодняшнем нашем движении к реальной независимости. Той самой независимости, способной обеспечить и переховенство закона, и равноправий, и перспективы национального возрождения, вне которых нет пути развития для любого народа. А мы сегодня достигли именно той определяющей черты своего исторического развития, за которой должны начаться или полная деградация, или расцвет в форме полноценного национального государственного организма, в качестве полноправного и независимого субъекта международного права, выступающего на международной арене и беспосредников, напрямую. Задача этой архи-сложной и в первом приближении, а именно в первом приближении, мы и осмысливаем ее сегодня, порождающая массу самых неожиданных вопросов, даже там, где, казалось, их и быть не может. Идея национальной независимости стала сегодня своего рода катализатором чеченскости нашего общества. И вновь подтверждает неопровержимая истина. В переломное время в десятки, сотни раз ускоряется процесс формирования национального и гражданского самосознания. В течение десятилетиями жившая неполитической жизнью, за последние несколько лет прошла школу политического всеобучия, разорвала политический занавес последней из мировых империй, прикрывавшей ее безнравственность и бесчеловечность, физический и духовный геноцид в отношении многих народов, чем доказала миру неистребимость духа свободы. Но идея, осуществленная романтическим порывом, обязательно ставится перед необходимостью материализации через труднейшие будни повседневности, иногда оказывающиеся, пострашнее вражеских полчищ, так как способны разъесть не только нарождающийся государственный организм, но и саму идею изнутри. Именно в такой момент проявляется феномен гражданственности в национальном организме, и он становится единственной силой, способной удержать священное знамя свободы на такой высоте, которая вдохновляла бы людей на продвижение к цели, вопреки самым непредвиденным трудностям. Что мы и наблюдаем сегодня. События осени 91-го года в недвижении, переломив судьбу народа, стали обновлять духовный и физический облик наций. Одновременно они обнажили и массу противоречий, выплеснули наружу всю плесень и грязь нашей общественной сути. Мировоззренческих отстойников, накопленных замордованным народом, засуществует трагическую судьбу, когда он, существуя де-факто, не существовал де-юре, то есть, существуя не существовал. Когда он знал одну лишь власть, российско-кпссского генерала-губернатора, засылаемого в колонию то ли в наказание, то ли на ловлю счастья и чинов, со своей опричниной, парадный подъезд которого становился местом прибыльного промысла для его прислужников и числа коренного населения, выуживаемых творцами ленинской национальной политики, из насквозь прогнившей, диаполитизированной национальной среды, безотказным механизмом политики, разделяя и властвуй, кнутом и пряником. Генерал-губернатор выступал в роли и наместника, и царя, и бога, а чеченцы, бесконечно гордившиеся тем, что у них никогда не было князей и рабов, вынуждены были отдать себя на услужение ему и его подручным, вызывая у пытливого наблюдателя безмерное сочувствие или мерзкое презрение. Единственным местом, где возможно бывало поддержать имидж национального характера и реализовать свой генетический потенциал, для чеченца оставалась чужбина. Здесь он как бы выпадал из поля зрения имперской политики, оказывался естественной для себя среде, следовательно и высококонкурентоспособным, где дерзал в какой-то мере свободный и творческий. Оставшимся на родине везло меньше, но и здесь выкристаллизировались алмазы и гражданственность и национального духа, вызывающие желтую лихорадку и явное беспокойство не только у генерал-губернатора, но и у его патронов и митрополий. И стойкость такой личности испытывалась не только идейно-политическими барьерами имперской политики на его пути и репрессивным аппаратом на подавление всего национального, но и морально-психологическим вакуумом, моментально образовавшимся, вернее, организуемым вокруг него в обществе и среди его трудовой деятельности, чем создавалась атмосфера не только безысходности, безперспективности, ненужности усилий и неимоверно жертв в личном плане, сколько их практической вредности для близких тебе людей, а то и преступности любых действий, самых патриотичных, даже по-советски бескористных и благонаправленных. На человека, дерзнувшего выразить свое мнение, начали насторожно покашиваться. Если же на него навешивали еще и политический ярлык, то он терял всякую перспективу, и общественную, и личную. Тому яркие примеры. Письмо национальной интеллигенции к властям метрополии в 60-е годы, об искажении в кадровой политике ЧИОК КПСС, судьбы научной и творческой интеллигенции, дерзнувшей разрабатывать в своей творческой деятельности темы, имевшие перспективу национального развития и т.д. А виноградовщина в квази-историографии, да и в политической судьбе чеченского народа последних десятилетий, получившая свое уродливое завершение в позорном праздновании 200-летия добровольного вхождения члены Игушетии в состав России, осталось на совести некоторых наших историков вечным позорным пятном, метой их гражданской несостоятельности. И очень немногие в сегодняшней когорте историков оказалось способным хоть как-то выразить свое несогласие с такой бессовестнейшей фальсификацией национальной истории. Особенно их не было среди ныне политиканствующих против руководства национального государства. Другим значимым моментом в идеологическом угнетении чеченского народа явился неприкрытый и карательный демарш объединенных сил великодержавного шовинизма и комедиологии против литературного объединения Пхармат, которая стала кузницей целой плеяды талантливых сегодняшних чеченских писателей. Хотя немногие из них оказались достаточно стойкими не только в ту пору в 1979 году, когда нужно было отстоять литобъединение. Но и сегодня, когда под их тогдашнюю мечту подведена и государственная платформа, и от них требуется всего лишь быть идейными вдохновителями, пастырями народа, готового стоять насмерть за дело независимости, являющегося гарантом реальных возможностей духовного развития именно чеченского народа, за который, как они патетически заявляли, готов был умереть каждый из них. Не будем останавливаться на кадровом геноциде всевластной ГПСС, отчасти результатом которого является сегодняшнее состояние ведущей отрасли экономически чеченского государства, где массовый отток русскоязычных специалистов из нефтеперерабатывающей промышленности ставит под угрозу остановки всю отрасль. Вот наглядный пример идеологизированной имперской экономической политики, о которой десятилетия назад писал в своих трудах политолог Абдурахман Автарханов. Отметим лишь штрихом и политику выхолощивания войнахской национальной духовной культуры, которая начинала с первых минут существования чеченцев в роддоме, наращивалась в детяслах, детсадах, школах и заканчивалась в вузах, а в непосредственной трудовой деятельности ввелся процесс планомерного закрепления идейно-нравственного вырождения нации на основе подрусифицированных ценностей идеологии русского шовинизма, которым подменялось национальное самосознание личности. Иначе говоря, шла идеологическая скупка душ, их растление, размывание, деградации. И редко кто из тех, кто прикоснулся к блеску парадного подъезда генерал-губернаторской власти, сумел сохранить свою душу в ипостасе, данной ему богом. Многие оказались в сетях дьявола, немало продолжают пребывать в них и по сей день, не в силах поверить, что чеченский народ сумел разорвать их. Некоторым даже удобнее не видеть и не замечать многое в нашей действительности, реалии, сложившейся в результате резкого сдвига буквально во всех сферах социально-политической, экономической, духовной жизни народов и общества, подвергшего национальное и общественное сознание качественной деформации, поставившего нас перед необходимостью действовать и мыслить по-новому. Ибо увидеть все это сегодня означает признать новую действительность. А признав ее, они вынуждены будут обнажить свою несостоятельность в качестве субъекта новой реальности, неконкурентоспособности в условиях не только сегодняшней, временной, переходной, полуанархической, но и в цивилизованной правовой свободы в перспективе. Для них удобнее существовать на задворках истории в качестве временщиков, но в служении упричников российского или иного генерал-губернатора, так как такое положение не обременяет их сознание и душу тяжелым грузом практики национального возрождения, требующего, помимо возможностей и желания, еще и мужества. А нежеланием замечать чрезмерно беспокойную для них реальность, они пытаются прикрыть свою гражданскую неполноценность, политическое уродство и убожество духа. Но есть и те, кто не удовлетворяется с траусиной позой в отношении новых реальностей, а наоборот, активно отрицает методы и пути нашего движения к цели, совершенно демагогически декларируя поддержку самой цели, следствием чего являются попытки представить нашу тяжелую действительность как трагедию, истолковать ошибки как преступления, создать у народа ощущение безысходности, они прекрасно знают, если изменить нынешний курс строительства государства, альтернативной может быть только возврат под пяту империи. Так что красные флажки уже расставлены, гончие готовы и погонщики оплачены. Но делать это нужно под благовидным предлогом. Вот и мечутся так называемые оппозиционеры в лихорадке слепого отрицания, в жалкой доле несостоявшихся политиков. И благодарение Богу, что это из грез империи, хотя миллиарды, затрачиваемые ею на осуществление своих замыслов, далеко не грезы и находят конкретных адресатов. И не только в среде непримиримых противников нынешней власти, но и в самих властных структурах. Все закономерно. В движении независимости есть жестокая борьба, и выдерживают ее не каждый, а к позитивному финишу, тем более могут прийти только сильные духа. В промежутках между жесткими схватками борьбы, когда обозначается относительное затишье, стабильность часто случается и таким образом, что истинные соратники оттесняются временными попутчиками на второй план. Тем самым создаётся неустойчивая среда, подверженная частым политическим колебаниям, в зависимости от складывающихся ситуаций. В такой среде всегда выискивается и Иуда, и Гарун. И всё-таки исход борьбы за независимость предрешен. Народ знает, что делает, и жизнь всегда права.